Помочь вам? Да нет, нам нет. Здрасте. Хозяйство супругов Шуйских сегодня напоминает остров. Вода подошла к дому со всех сторон. Затопила подвал, хозпостройки остановилась на крыльце. Из огорода успели собрать немного. Большая часть урожая потеряна. Это как крестьянин на одной ноге стоит, так и это. Вот здесь что у вас было? Вот здесь были перец и баклужаны. Вот да помидор. Там фасоль была, два редка. Там были помидоры. Когда пошла вода, в первую очередь, хозяева бросились спасать домашних животных и имущество. Что-то удалось пристроить к родственникам, а вот цыплят переселили на чердак. Здесь же глава семьи оборудовал и спальное место на случай, если вода будет подниматься. Аисти прилетают здесь, а вот садятся. Аисти? Да, аисти в огороде. Позаны вот так кукурузив соседа. Всего в еврейской автономии потоплено свыше двух тысяч земельных участков и почти сорок домов. Жителям районов, ставших труднодоступными из-за наводнения, оказывают адресную помощь. Привозят питьевую воду, предлагают различную помощь. Водичку питьевую возьмите! А вот и экстренная ситуация. Добраться по вызову до села Нового не отложка не смогла. На помощь вызвали спасателей. Что-то было? Утром была, да, одна и рвота. Рвота была. Маленькую пациентку осмотрел врач МЧС. Девочку с подозрением на острый аппендицит на внедорожнике доставили в районный центр. Помощь пришла вовремя. Вода пока не прибывает, но и уходит, что называется, крайне неохотно. В разных районах области за сутки уровень упал на незначительные 1-2 сантиметра. Между тем, обстановка продолжает оставаться сложной. Подтоплено порядка 20 километров дорог. На самых сложных участках рейсовые пассажирские маршрутки поменяли на вахтовки и военные грузовики. Но и они двигаются осторожно. Вода смывает асфальт слоями. Дамбы пока справляются. Большую часть жилых домов в Ленинском удалось отстоять. Группировка МЧС России и силы РСЧС выполняет работы по укреплению и наращиванию тел дамбы. Благодаря заблаговременно проведенной и четко спланированной работе удалось не допустить подтопления жилых домов. Гребень Паводка смещается вниз по реке и уже через сутки достигнет Хабаровского края. Впрочем, стихия уже и без того повлияла на регион. Подтопление отмечает минимум в 30 поселках. Вода также разлилась и по островным дачным территориям. Андрей Колесников, Денис Юнак, Вадим Телегин. Вести. Дальневосточное бюро.